Из 120 тысяч нераскрытых преступлений, связанных с летальным исходом, в Америке когда-либо раскрывается всего лишь 1%. Это так называемые «холодные кейсы». Вы даете нам свое разрешение на запись этого разговора? Да, вы можете продолжать записывать. Окей. Справедливости ради уточню. Многие из них тянутся уже десятилетиями лишь потому, что раньше криминалистическая экспертиза не была настолько развита. И некоторые дела не спасет уже даже прогресс. Просто в силу давности произошедшего. Посмотрите на этого ребенка. Ему 22. У него была невеста. У него вся жизнь была впереди. И кто-то забрал ее. Эта история – то самое редкое исключение из неутешительной статистики. Трагическая и жестокая смерть молодого Брэда Перри оставила в сердцах жителей городка Бригам-Сити глубокую рану. Люди жаждали справедливости для семьи Перри. А его подруга выучилась на юриста и стала окружным прокурором, когда поняла, что без ее участия этот кейс так и останется холодным. Вот о каком преступлении идет речь сейчас. О боже мой. Уэйт, я не могу с полна выразить, насколько важно, чтобы вы были открыты и честны с нами. 22-летний Брэд Перри работал на местной заправочной станции. Юноша нуждался в деньгах для оплаты колледжа и своей предстоящей свадьбы. А потому согласился брать не только дневные, но и ночные смены, которые ко всему еще и оплачивались лучше. Увы, его планам осуществиться не довелось. Парня нашли мертвым на рассвете в первую же ночь на рабочем месте, 26 мая 1984 года. Маленькая мормонская община содрогнулась от ужаса. Молодого Перри не просто лишили жизни, это было сделано с особой жестокостью. Что же случилось? В выходные, посвященные Дню памяти, двое студентов всю ночь готовились к выпускному тесту. К рассвету они многое сделали и очень устали. Парням захотелось отложить книги, прокатиться на машине и вкусно позавтракать. Вряд ли они когда-нибудь забудут эту поездку. Около 4 часов утра друзья прибыли на местную заправочную станцию и направились к пункту самообслуживания. К их удивлению, навстречу вышел мужчина, готовый их обслужить. Более того, посетителям прямо сказали не заходить в магазин и спросили, чего они хотят. Один студент дал заправщику 5 долларов за топливо 5 купюрами по 1 доллару. Другой попросил сигарет и протянул также 5 баксов, но одной бумажкой. Продавец вернулся в магазин за сигаретами и вышел, отдав пачку студенту, а с ней и сдачу. 4 доллара по одной купюре. Как будто товар стоил всего 1 доллар, что не соответствовало действительности. Обеспокоенный мальчишка почувствовал, что тут что-то не так. Потянул руку за деньгами и едва сумел сохранить самообладание. Заметив, что на ладони заправщика виднеется свежая, еще не высохшая кровь. Поблагодарив работника станции, юноша скользнул по нему взглядом и увидел следы крови, также на пальцах второй руки и ботинках. Парни с их слов решили, что им лучше убраться оттуда как можно скорее. Они остановились у телефонной будки, чтобы сообщить об увиденном в полицию, лишь когда проехали около 8 километров дальше по дороге. Уже через 5 минут на заправочную станцию прибыли два офицера. Полицейские заметили красные пятна и капли на плитке, ведущие к подсобному помещению. Там в луже крови лежал человек со связанными проволокой руками за спиной. Он был мертв. Молодому мужчине нанесли сквозной удар отверткой длиной около 30 сантиметров в верхнюю часть груди. На полу лежал большой чугунный звонок со следами крови, подобный тем, что используют в наших школах для оповещания о начале или окончании урока. Судя по всему, жертву удалили им по голове, сломав таким образом череп. Также рядом нашли большую канистру весом около 18 килограмм. Судмедэксперты заключили, что именно ею юноше буквально в конец раздробили череп. В бумажнике в заднем кармане штанов у почившего были найдены удостоверения и водительские права на имя Бреда Перри. Очень травматичный момент для сотрудников полиции, поскольку оба офицера лично знали жертву и всю его семью. В их сплоченном сообществе люди очень дружны и так или иначе связаны друг с другом через церковь, работу или родство. Бреда знали как хорошего, порядочного парня, который ходил в школу, работал, а вскоре собирался жениться на любимой девушке и создать с ней семью. Родственники погибшего, его мать и братья, в тот момент находились в семейной поездке в Калифорнию. Бред Перри отказался присоединиться. Он установил для себя цель и решил строго следовать своему плану, зарабатывая деньги. Первым о смерти юноши узнал его отец. Он же сообщил бывшей супруге и другим сыновьям через знакомого пожарного в том штате. Ввиду отсутствия сотовых в те времена, быстро связаться с кем-то было непросто. Брат Бреда на всю жизнь запомнил один момент. Семья, узнав о случившемся, сразу выехала в Юту. По дороге у них спустило колесо. Пока его чинили, он просто с ума сходил, глядя на свою безутешную мать. Женщина вышла из машины, и ей не требовалось что-то говорить, чтобы кто угодно понял, как ей плохо. И морально, и физически. В первый раз в жизни он, старший сын, взрослый мужчина фактически, оказался не в силах сделать хоть что-либо, чтобы облегчить боли и муки своей мамы. Двух студентов с заправочной станции доставили на допрос. В участке с ними работал полицейский художник-зарисовщик, который попытался нарисовать псевдозаправщика, обслужившего парней. Ребятам не понравился результат. По их общему мнению, эскиз не передавал внешность преступников в полной мере. Но глаза получилось отобразить очень точно. Такие же пустые, темные, мрачно-холодные. Дальше сотрудники полиции попытались получить всю информацию о пострадавшем и его обязанностях на станции. Детективы предполагали, что весьма вероятно к этому преступлению причастен кто-то из коллег Брэда Перри. Они выяснили, что несмотря на то, что студентов обслужили без их участия, сделано это было именно в пункте самообслуживания. А бензоколонки в нем нужно перезапускать изнутри заправочной станции. Для этого, собственно, и требовался ночной работник. В наше время многие процессы полностью автоматизированы. Мы к этому привыкли. Тогда же этот функционал был придуман просто для безопасности. Сотрудник мог находиться в закрытом помещении и не выходить ночью клиентам. Но вот в чем нюанс. Наш псевдозаправщик, выходит, знал, как это сделать. Кроме того, напольный сейф обнаружили открытым. Брэд не имел к нему доступа. Открыть его мог лишь один человек на этой заправочной станции. Помощник управляющего Томас Нейгер. И, что странно, в тот день он должен был прийти на работу в 6 часов утра. Но он не появился. Впервые 26 мая Нейгера заметили только спустя 4 часа после вызова полиции. Правоохранители обеспечили охрану места преступления. Сюда же приехал владелец станции. За ограничительными лентами собралось много зевак. Позади них стоял тот самый помощник управляющего. Парень даже не пытался попасть за лентой или просто пройти вперед. Но владелец заправки его заметил. Полицейские захотели с ним поговорить. Их удивило, что мужчина ведет себя так нервно. К тому же внешне он весьма походил на преступника, изображенного на эскизе. Детективы спросили Томаса Нейгера, почему тот не пришел на работу. Он ответил, что проспал. Якобы Брэд обещал позвонить ему и разбудить. Но этого не произошло. В 80-х годах анализ отпечатков пальцев был примерно на таком же уровне прогресса, что и тестирование ДНК сегодня. Специалисты, которые работали на месте происшествия, заверили детектива в том, что если преступник оставил следы и ранее засветился в базе, они идентифицируют его без особого труда. Кроме того, они смогли обнаружить несколько волос, явно не принадлежавших жертве. Экспертиза таких образцов тогда еще широко не проводилась. Но их внешний вид, цвет, плотность и структура, то есть самые примитивные характеристики, могли помочь следствию. Что удивительно, после проверки сотен отпечатков пальцев, снятых на станции, среди них так и не нашли ни одного принадлежащего Томасу Нейгеру. Следователь шел это абсурдным. Парень там работал давно. Они должны быть буквально повсюду. То есть, или он стер их в ночь смерти Брэда Перри, или, если к гибели коллеги мужчина все же не причастен, делал это постоянно, убирая свои следы. Но зачем? Ситуация выглядела мягко, скажем, странно. Но Нейгера полиция задержать не могла. Все надежды возложили на процедуру опознания. Студенты ведь видели злоумышленника просто перед собой и даже говорили с ним. Что бы ни скрывал Томас Нейгер, так тщательно вытирая свои отпечатки повсюду, гибель юного Перри – не его рук дело. Студенты ответили твердо и уверенно. Это не он. Сейв же парень, по его словам, просто забыл закрыть накануне. Когда семья погибшего Брэда Перри вернулась в ют, у их дома уже вовсю толпились их близкие, друзья, соседи и журналисты. Для городка вроде Бригам-Сити такие события не просто редкость, это нонсенс. И местные репортеры вели себя подобно стервятникам, которые слетелись на едва успевшую остыть плоть. Мать, отец и братья Брэда не хотели разговаривать с представителями СМИ. Они переживали глубочайшее потрясение и пронизывающую сердце боль, задаваясь тем же вопросом, что и пресса. Кто, зачем и почему сделал такое с их мальчиком? Позже, тем же вечером, полицейский, проезжавший по шоссе 89, заметил мужчину, одиноко идущего вдоль трассы в южном направлении. Он соответствовал описанию подозреваемого, которое ранее предоставили студенты. Когда офицер остановил этого странного путника, он заметил кровь не только на его рубашке, но и на руках. Неужели жестокий палач попался копом вот так просто на улице? Мужчину задержали, несмотря на то, что тот представил простое объяснение этим красным пятнам. Мол, поранился. И в этот раз детективы не стали ждать результатов проверки отпечатков, а сразу вызвали на опознание ребят, которые видели преступника. Их ответ был однозначным. Машину им заправлял другой человек. Семья Перри, похоронив Брэда, нуждалась в том, чтобы просто выбраться из этого города и информационного вакуума, в котором, казалось, не было новостей, не связанных со смертью их родного человека. Эти люди не питали никаких иллюзий, боль потери не уходила. Но здесь, в Бригам-Сити, они не могли даже дышать, настолько все происходящее давило на них. Мать и братья погибшего уехали в Монтану. Наконец, безутешные родственники смогли предаться своей печали и оплакивать их мальчика лишь в кругу семьи, без сочувствующих жителей городка и настойчивых репортеров. Но когда они вернулись, то обнаружили, что их дом подвергся вандализму и ограблению. Кто бы это ни сделал, он ворвался в жилище Перри, разгромил его, украл некоторые вещи и даже дошел до того, что испорожнился в спальне покойного Бреда. Зачем кому-то делать что-то подобное? Тогда детективы подумали, что это должно быть очень личное преступление. Грабитель явно затаил обиду или злобу на почившего. Настолько сильную, что ее не успокоила даже смерть парня. Мама Бреда Перри, услышав такие предположения следователей, указала на одного неблагонадежного жителя их района – Крейга Мартинеса. Женщина сказала, что ее сын был слишком хорошим парнем, чтобы кому-то всерьез насолить. Но Мартинес не нуждался в том, чтобы получить повод для ненависти. Это жестокий тип, который может испытать раздражение и проявить агрессию по отношению к другим и без весомых на то причин. Крейг действительно не мог считаться образцовым гражданином, как ни посмотри. Большое криминальное прошлое. Много случаев агрессивного поведения, применение физической силы не к месту, воровства. Такой тип легко мог провернуть подобное. Полиция обыскивает спальню нового подозреваемого. Под его матрасом они нашли вещи, исчезнувшие из дома Перри после ограбления. Вскоре появились свидетели, которые заявили, что Крейг Мартинес пришел на вечеринку в Бригам-Сити в ночь смерти Брэда с кровью на одежде. Кроме того, выяснилось, что Крейг давно и близко дружит с Томасом Нейгером, которого ранее пришлось исключить из числа подозреваемых. В ходе нескольких допросов детективы установили, что Нейгер торговал запрещенными веществами на заправочной станции. На этом основывалась и его дружба с Мартинесом, который не то покупал у него товар, не то участвовал в распространении. Так у следствия появилась первая действительно серьезная версия. Брэд Перри за свою недолгую жизнь прослыл человеком, который не промолчал бы, узнав, что у него на работе продают такие вещи. Став свидетелем нарушения закона, Брэд захотел бы обратиться в полицию. Более того, юноша был настолько бесхитростным, что мог даже сказать Нейгеру или Мартинесу о своем намерении прямо и тем самым обречь себя на гибель. Учитывая рост Перри, а это метр восемьдесят пять, эти двое дружка Мартинес и Нейгер могли справиться с ним только сообща. Первого за чудовищную жестокость называли монстром. И это очень резонировало с картиной преступления. Второй стер все свои отпечатки на станции. Открытый сейф, опять же, доступ к нему имел только Томас Нейгер. Что, если он не забыл закрыть его накануне, как утверждал ранее, а напротив, не запер его в то утро? Ко всему тогда становилось понятно, почему студенты не опознали его, ведь к ним мог выйти Крейг, пока соучастник перезапустил станцию изнутри. Следователи получили ордер на арест Крейга Мартинеса и сбор его отпечатков пальцев для сравнения с имеющимися доказательствами. Но внезапно совпадения не случилось. Как и подтверждение его присутствия на станции ночью студентами-свидетелями. Конечно, Нейгер мог стереть отпечатки своего соучастника тоже. И в конце концов с ними мог находиться на станции кто-то еще. Но на тот момент правоохранители не смогли установить связь между найденными образцами и подозреваемыми. Нужен был как минимум свидетель или какие-то доказательства, которые отнеслись бы к конкретному человеку. Дело зашло в тупик. Семье Перри оставалось лишь оплакивать Бреда, а также просто учиться жить со своей болью и испепеляющим изнутри чувством несправедливости. В Штатах холодные кейсы не закрываются. Сотрудники специальных отделов возвращаются к ним снова и снова, пока есть хоть какой-то шанс найти виновника. Так, в 2003 году, спустя 19 лет после смерти Бреда Перри, его дело поручили детективу Скотту Косгроу. Следователь начал изучать материалы и фотографии дела. Он просмотрел видео с места преступления, наверное, раз сто, пытаясь увидеть что-то, что его коллеги ранее, возможно, пропустили. На месте происшествия были найдены волосы, которые до сих пор хранились в лаборатории. Мужчина понял, что их никогда не анализировали. Не из-за халатности, а просто ввиду отсутствия такой возможности. Тогда, почти два десятка лет назад, они могли оказаться полезными лишь для визуального сравнения и довольно примитивного анализа. Но за прошедшие годы уровень экспертизы в данном направлении возрос многократно. Косгроу решил сравнить волосы на месте происшествия с образцами главных подозреваемых – Крейга Мартинеса и Томаса Нейгера. Второго полиция перехватила по дороге на вокзал. Он рассердился и внезапно выпалил. «Зачем я вам? Вы же знаете, что Крейг Мартинес забрал жизнь Бреда Перри». Томас предоставил образец своих волос для анализа и посоветовал Косгроу получить ордер на Мартинеса и сравнить его волосы с найденными на месте происшествия. Как выяснилось, второй в тот момент уже находился в заключении по несвязанному с делом Перри обвинению. Когда детективы приехали в тюрьму и подозреваемого привели на разговор, тот лишь ухмыльнулся и сказал «Думаю, вы не получите мои волосы». Мужчина оказался выбрит наголо и откровенно посмеялся над правоохранителями. Зачем и как так произошло, он объяснять не посчитал нужным. Медсестра, которая прибыла туда вместе со следователями, сказала «А я найду парочку». И действительно, нашла их возле соска Крейга Мартинеса. Специалисты проводят экспертизу, и это провал. Нет совпадений. Мартинес просто поглумился над полицией в тот момент, когда требовались его образцы. А он, по абсолютно случайному стечению обстоятельств, оказался выбрит. Косгроу пребывал в унынии и гневе одновременно. Ему казалось, что это финал, ведь все сошлось. Проверка материала Нейгера также показала, что волосы совершенно разные. На этом этапе в дело включилась Эми Хьюги – молодой перспективный окружной прокурор. Женщина искренне хотела сделать как можно больше для раскрытия этого кейса. Семья Перри нуждалась в справедливом завершении этой истории. Хотя бы с точки зрения закона. Юная Эми, девушка, которая очень хорошо дружила с Брэдом Перри в детстве, помнила, как 19 лет назад ее отец буквально оборонял семейство Перри от репортеров, имевших наглость разбить лагерь на лужайке у их дома. За истекшие годы Хьюги закончила учебу на юридическом факультете, стал успешным юристом и баллотировалась на пост окружного прокурора. Лишь потому, что ей до сих пор очень болела смерть друга. Эми на интуитивном уровне чувствовала, что этот кейс так и останется холодным, если она что-нибудь не сделает. Со Скоттом Косгро новый прокурор разбирала материалы дела. Она спросила его, проводился ли анализ ДНК или каких-то других улик. Детектив сказал – нет. Тестирование ДНК в штате Юта даже в то время находилось на самой начальной стадии. И в лаборатории крайне редко соглашались проводить проверки. Лишь по указанию ФБР или других структур, готовых оплатить эту дорогостоящую услугу. Ранее такой опции у местных детективов и вовсе не было. Эми Хьюги обратилась в комиссию округа, чтобы получить дополнительное финансирование и способствовало получению средств на проверку крови с места преступления. Изъять ДНК-профиль из волос с такой же высокой точностью пока было невозможно. Злоумышленник мог и сам легко пораниться в необработанные металлические края этих предметов или получить травму от Бреда, если у него была возможность защищаться хотя бы в начале потасовки. Тогда Косгро вспоминает про еще одну улику. Одну из тех купюр, которые студенту отдал псевдозаправщик и которая прямо соприкасалась с его окровавленной ладонью. Все эти годы тот злосчастный доллар хранился в государственной криминалистической лаборатории в морозильной камере. Там детективы пытались убедить, что кровь на деньгах тоже принадлежит жертве. Скотт Косгру настоял на проверке при поддержке Эми Хьюги. Прошел месяц, потом два и тут звонок. Кровная купюре принадлежит человеку по имени Гленн Гриффин. Ранее о нем следствию ничего известно не было. Мужчина в то время находился под стражей в федеральной тюрьме в штате Калифорния и отбывал срок за управление подпольной лабораторией по производству метамфетамина. Косгру и Хьюги выясняют, где находится мать мужчины и направляются в первую очередь к ней. Женщина привыкла к визитам полицейских и встретила их спокойно. Сначала ее сын просто шалил, потом воровал деньги из кассы в магазине, причинял вред животным. Дальше пошли разбой, нападения, производство избыт, запрещенных веществ. Косгру попросил показать ему фотографию Глена примерно 20-летней давности. Он увидел точное совпадение с эскизом, который до сих пор хранился в материалах дела Перри. Мать Гриффина также спросили, с кем он общался и дружил в те времена. Ведь Брэд был высоким и крепким парнем, с которым нелегко справиться в одиночку. Женщина ответила, что без сомнений следствию стоит пообщаться с Уэйдом Моэном. Они вместе занимались преступной деятельностью. Гленн слыл лидером в их тандеме, а Уэйд – трусливым парнем, который тем не менее во всем подчинялся приятелю. Детектив выяснил, что Уэйд Моэн переехал в Споканштадт, Вашингтон, еще после смерти Перри, и не возвращался в Бригам-Сити никогда. Полиция Спокана, в свою очередь, сообщила, что Уэйд в тот момент числился свидетелем в другом расследовании. Коллеги пошли навстречу Косгру и вызвали Моэна якобы на допрос по другому делу. Вы даете нам свое разрешение на запись этого разговора? Да, вы можете продолжать записывать. Окей. Тогда детективы сообщили Уэйду, что речь пойдет о смерти Брэда Перри в 1984 году. Вот о каком преступлении идет речь сейчас. О боже мой. Уэйд, я не могу сполна выразить, насколько важно, чтобы вы были открыты и честны с нами. Так что же произошло, когда вы затащили его в заднюю комнату? Сначала Уэйд не хотел говорить, будто боялся. У детективов сдавали нервы. Посмотрите на этого ребенка. Ему 22. У него была невеста. У него вся жизнь была впереди. И кто-то забрал ее. Но потом Косгру сказал. Уэйд, Глена выпускают из федеральной тюрьмы. Моэйн просто побелел от этой новости. Он явно не хотел, чтобы приятель вышел на свободу. Сейчас я начинаю думать о той ночи. Точнее, про то раннее утро. Вы знаете, я вспомнил. Я помню это. Друзья были на станции в ту ночь. Перри почему-то не заперся или напротив открыл двери раньше времени, потому что уже светало. Соответственно, парни вошли внутрь, чтобы сделать покупки и рассчитаться за бензин. Гриффин начал ругаться с Брэдом из-за сдачи, на которую якобы имел право. Юноша сказал им с Уэйдом немедленно покинуть станцию. Посему Глен разозлился и напал на Брэда Перри. Именно в разгаре их драки к магазину подъехали студенты. Глен выходит. В тот момент Брэд еще жив, и его заставляют сделать все необходимое изнутри, чтобы гости быстрее убрались. После Глен возвращается на заправку. Брэда хватают сзади и тащат в подсобное помещение. Глен Гриффин пытал его, а потом покончил с ним. Козгроу сказал Уэйду, что верит ему. Однако его дружок ни за что не смог бы сделать это самостоятельно. Тогда Моэн признался, что помогал Глену. Я был тем, кто держал его ноги. Вы просто держали его? Уэйд сказал, что когда Глен выходит из себя, он не может остановить его, а сопротивляться боится. Вы боялись Глена? Да. Окей. Действительно боялись. Чертов Глен, что за козел. Окружной прокурор Эми Хьюги узнала, что Глена должны выпустить из тюрьмы в ближайшие дни. Моэн хоть и сознался во всем, но отказался свидетельствовать против Гриффина, даже несмотря на предложенный иммунитет. Козгроу немедленно отправился в Вашингтон, чтобы взять интервью у главного подозреваемого. Глен сказал, что знает про ту станцию и случай на ней, но якобы никогда туда не заезжал. Свою кровь на однодолларовой купюре подозреваемый объяснил тем, что он часто травмировался на работе. Мог порезаться и испачкать купюру, а на заправке она оказалась через третьи руки. Город ведь небольшой, кто-то мог получить сдачу от Гриффина и потратить ее на станции у Бретта. И в этот момент он перестал говорить. Детектив Козгроу и окружной прокурор Эми Хьюги возлагали огромные надежды на анализ найденных на заправке волос. Допустим, купюра теоретически могла пройти столь короткий путь внутри города и оказаться на заправке случайно. Но волос. Гриффин ведь сказал, что на этой станции никогда не был. К счастью, на тот момент наконец появилась возможность протестировать митохондриальную ДНК. Совершенно новая технология, которая никогда не использовалась в судах штата Юта, позволила составить профиль ДНК на основании волос, найденных на месте преступления, и сравнить его с ДНК подозреваемого. Идеальный матч. Этот волос стал железной уликой против Глена Гриффина. В сочетании с сокровавленной купюрой и поразительным сходством с мужчиной на эскизе, он дал на конец стороне обвинения уверенность в том, что Гриффин не выйдет сухим из воды. В 2008 году Глен Гриффин был признан виновным в преступлении первой степени. Его приговорили к пожизненному заключению без возможности помилования. Друг осужденного Уэйд Моэн также предстал перед судом, и присяжные признали его невиновным. Детектив Скотт Косгру и окружной прокурор Эми Хьюги в тот момент испытали разочарование. Моэн вызвал в присяжных жалость, однако без его помощи Гриффин мог бы и не справиться с Брэдом Перри, а потому его вина была очевидна. Что ж, на этом все. Берегите себя и своих близких, будьте добрыми. И помните, безнаказанных не бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова